Я хотел отвезти в Москву писателю Гушину, значит, вот эту статью, о нем здесь говорится, в нашем сборнике летний. И вот сейчас пришло известие, что он умер, поэтому поеду я не на то, чтобы почестовать человека, а чтобы его похоронить. Чтобы вы почувствовали, что это за человек, и чтобы взяли себе на вооружение, значит, мысли, работа этого человека, решите вам немножко зачитать вот самую концовку этой моей статьи. Она коротенькая. Я думаю, что мы должны поставить большой памятник Владимиру Сергеевичу Гушину за то, что вот этот миф, созданный антисталинистами СССР и ЦРУ, разрушил. Произведение Гушина надо изучать как образцы мудрой публицистики, аналитико-синтетического исследования, привлекающего для исследования и психологию, и криминалистику, и грамматику, и лингвистику. Я уж не говорю об истории литературы, литературоведения и других гуманитарных дисциплинах. Он значительный как философ с глубокой марсистско-ленинской основой, которая дает ему руководящую нить для исследований. Он один из самых блестящих стилистов нашего времени, глубокий знаток русского языка и литературы. Наконец, Бушин, это достойнейший гражданин, не преклонившийся перед контрреволюционерами, не поступил со своими убеждениями, потому что они поистине глубоки и народны. Поэтому Владимир Сергеевич Бушин надолго останется в нашей истории. Мы желаем ему здоровья, долгих лет жизни и новых творческих успехов, и новых побед. Я хотел поехать на 21-е, но жизнь так сложилась, что не получилось. Теперь приходится поехать на смерть, на похор. Предлагаю посетить его память минуты молчания. Спасибо. Я хотел бы тоже с вами несколько слов. Я с Бушиным познакомился в самом начале 90-х. Когда была создана газета, российская общественно-полезетическая газета «Народная правда», главным редактором которой был Виктор Георгиевич Долгоф, а я там выполнял роль научного консультанта. И мы встретились, он выступал в ДК «Газа» напротив Кировского завода, там был полный зал. И он именно в то время, и тогда, когда некоторые были полны иллюзий, что мы идем в новое общество, к светлому будущему и так далее, он тогда беспощадно разоблачал тех, кто нас толкал в эту сторону. Он сам по себе фронтовил, участник Великой Отечественной войны, с двоями прошел войну. И он настоящий коммунист, который оставался коммунистом тогда, когда многие коммунисты предавали коммунистическую партию и коммунистическую идею. И прямо разоблачал тех. Вот, например, когда некоторые только восхищались тем, как Михаил Сергеевич Горбачев выходит на улицу, здоровывает, сразговаривает, не вдумываясь в том, о чем он, собственно, говорил-то, что он такое сказал. Он написал такую большую-большую статью, дорогой Михаил Сергеевич. А я вот, там был ремонт около гостиного двора, и там был большой-большой забор. И мы так расклеили, 8 полос было газета. И вот наших распространителей тут напали, которые увидели эту надпись, дорогой, и начали их бить. А те начали объяснять им, что кого бьют. Они начали объяснять, что да это статья против Горбачева, вы думаете, это критика. А они тогда посчитали, извинились, отряхнули этих. То есть, тогда он еще его разоблачал, тогда, когда некоторые были полны иллюзий в отношении того, какой пришел, значит, болтающий, говорящий, говорящий голова секретарь. А что он говорил? Все, на самом деле, он говорил перестройка. А перестрой – это изменение строя. Давайте, мы хотим изменений. А вы какие хотите изменений? Получили изменения? Вот вам изменения. Он выступал против тех, против которых боятся другие выставить. Например, при Ельцине он написал такую юмористическую статью, и мы ее опубликовали в «Народной правде». За это мы, так сказать, тоже имели всякие неприятности со стороны тех властей, которые были. Но, тем не менее, они не такие уж страшные. Статья называлась «Как будем хоронить Ельцина?» Я сказал, ну вот генеральные-то сколько уже знают, как хоронить? Секретари, вот они перед этим был, как говорится, саркофаг, саркофаг мудрости уже похоронен. И вот, значит, карикатура была такая, что там человек с лопатой около Кремля ходит. Ну вот он говорит, что вот как его. И он предложил там расчленить Ельцина, голову отправить в Америку, потому что он ориентируется на американцев. Сердце в Израиль, вот. Ну а чтобы народ потом не затоптал, если оставить тело, потому что же он столько наделал народу плохого, что надо это с жечь и развеять, чтобы никто не надругался уж так прямо. Пусть так останется. И вот это все съели. Это при Ельцине было написано и напечатано. А я в свое время раздавал это в Кремлевском дворце на съезде народных депутатов. После этого там прокуратура прибегала, там требовали что-то сделать. То есть надо сказать, что это Буш один из тех людей, которые в самые черные, самые темные времена, когда некоторые, так сказать, радовались тому, что происходит, и не очень думали своей головой, или не знали достаточно хорошо. Он прекрасно распознавал всех негодяев, и негодяев называл так, как надо называть. Но мы его спрашивали, вот с Александром Сергеевичем были, Александр Сергеевич его спрашивал, ну как вот Владимир Сергеевич, мы были у него дома, и спрашивали, как вот вы так вот их ловите. А это, говорит, очень просто. Я знаю, что они жулики. Поэтому я точно знаю, что там уранье. И я беру, беру там правочки, литературу, так, интернет, проверяю, и нахожу столько несоответствий, столько, что остается мне только, значит, на дневе зеваться. То есть настолько нахальные деятели вылезали и что-то говорили. Вроде того же самого Солженицына, который писал, что, дескать, вот в купе так перевозили в Сибирь по 32 человека в купе. Ну это же надо же что. И он все это внимательно разбирал. И он показал еще в самом начале 90-х годов, что это безграмотный человек. Он не знает русского языка и от Солженицын. Никакой он не писатель. А если и то, что он не писатель, быстро выяснилось, потому что здесь, когда отдавали наше издательство, здесь все ошибки проверяли, и кто-то там редакторы редактировали, а он потом, значит, свободную отправил, так сказать, Европу, свободный, так сказать, американский мир, а никто вам не будет ничего выверять. Они так и напечатали. Они-то думали, что он писатель большой. Писатель. И там сплошные безграмотные вообще даже выражения. Не говоря уже о том, что там сплошное вранье. И вранье со стороны человека, который, он же имел то, что сталинскую премию, когда еще учился в школе, так сказать, его выкормили, можно сказать, и выучили. Он, так сказать, там на фронт он был, он командир батареи. Какой батареи? Знаете, какой батареи там командир? Разведки. Слуховой разведки. Слуховой. Слуховой разведки. Это значит, он ни в каких боях не участвует. И сидит и крутит, слушает то, что говорит. Вот и все. И он в конце войны, когда он понял, что дело идет к завершению, и можно все-таки и погибнуть в этом бою. Сюда может залететь пуля. Поэтому он стал специально открыто посылать письма против Сталина. Ну, естественно, рассчитывая, что его посадят. Ну, и Родина его посадила именно один год, а бы больше. Ну, и там он хорошо выжился. Он изобразил себя там физиком. На самом деле следил за заключенными. И рассказывал там то, как там живется. Там живется, ну, плохо. Примерно так, как в деревне. Или, а уж в лесники, которые работают, у них их много. Никакие не заключенные. И городок уже живут. Вот, и он рассказывает так, как будто он там в этих невзгодах был. Так если это по делам, так так и хорошо. Вот там не на этом акцент сделан, что это неисправедливо. А просто, что там тяжело. То есть он разоблачал ложь, которая была, невзирая ни на какие лица. И можно рекомендовать всей вот книге Бушина, как просто шедевр на вот такой публицистике, которая смыкается вообще с марксизмом и с пропагандой марксизма. Это же вопрос пропаганды во многом. И вещи, которые надо усваивать там через сухие строки философии, можно их усвоить, читая работы Владимира Сергеевича Бушина. Что мы вам очень рекомендуем. Их продают в гостиную до двора. И вообще их много-много-много поиздавали. И поэтому, и все они блестящие. Есть вот хорошие авторы. У них не бывает плохих книг, не потому, что они не могут плохого написать. То, что они плохое, печатать не будут. Вот в чем дело. Так что, конечно, это жаль. Но вот он уже в своих стихах, вот почему долго прожил. Ему сколько в Сан-Саведине? 96 будет. И у него есть стихи по поводу того, почему вот так вот, как-то он отвечает на вопрос, почему я долго живу. И вот, говорит, она приходит ко мне смерть с косой, а я сижу, печатаю, делаю ее как раз. Вот она приходит, а я как раз один, хочется зачитать. И я ей зачитываю, что я не... А она слушает, слушает, я зачитываю. А потом смотрит, о, уже светает. Нет, я вот мое дело делать не могу. И она уходит. На следующую ночь она опять является с косой в черном платке. И опять, ну, Владимир Сергеевич, она собирается. Подожди, говорит, послушай, вот я сейчас вот так написал. И начинаю ей читать. И она опять слушает, слушает, слушает. Кто опять проходит? Слушай. Э-э-э. Это опять о нем. И так все время. И так все время. И он как бы нам тоже дал рецепт. Хотите быть, ну, совсем бессмертными, можно быть очень просто. Пишите, так и делайте. Великие Делы, как Маркс и Ленин. Будьте совсем бессмертными. А чтобы, так сказать, ну, так, более бессмертными быть, долго жить, делайте хорошие дела, чтобы совесть ваша была чиста не только перед собой, а и перед народом, и перед страной, и перед обществом, перед рабочим классом, перед человечеством. И у вас будет всегда хорошее настроение. Даже в самых... Вы посмотрите, скажем, такие люди, как там, Ленин и Сталина, они в ссылках были. Ленин в тюрьме сидел, в ссылках сидел. Ну, он там сидел, писал, в развете капитализма в России, а другие страдали. Или Сталина. Так у него стреляли еще, помимо прочего, отравленными пулями. А вот Сталин, как уедет туда, сразу начинает собираться обратно. И пока его там ищут, он много-много-много сделает. И в Европу седет, и национальный вопрос разработает, и так далее. Потом опять его поймает, опять запакует туда. А там он думает, что там они будут сидеть. Он начинает сразу думать так, как только соберется, то есть, деньжата от партии, значит, все необходимое, и опять он. Он все время убегал. Последняя только была ссылка вот одну, он досидел там. Ну, он все время готовился. И уж он-то, вот это не тот человек, который так сладко жил, который знал, что за это дело надо, так сказать, и пострадать в том числе. И сам страдал. И от всех требовал, чтобы люди относились к общественному делу, как к долгу. А если это долг, так нужно, чтобы это было сделано, как следует. Вот. Очень интересно. И вот о нем тоже пишут, о Сталине очень много, Бушин. Вот. И критикуют, конечно, всех этих деятелей нашего времени. И Александр Сергеевич, конечно, вам рекомендует, и я вам тоже рекомендую. Это нам во споре, во всей нашей идеологической борьбе. И облегчение, может быть, и в изучении марксизма. Я жил во времена Советов, и видел все, и убежден, для тружеников, для поэтов, достойней не было времен. Я жил в стране социализма, и взвесил все ее дела, и понял, никогда отчизна сильней и краше не была. Я жил во времена Союза, в стране несметных языков, где дружбы дух и братство лузы страну хранили от огов. Я жил в эпоху пятилеток, и был голодным иногда, но видел я, мой глаз был меток, нам светит горняя звезда. Что ж, ошиблись мы во многом, но первыми прорвали мрак, и в судный день, представ пред Богом, мы развернем наш красный флаг. Спасибо.